Сейчас, чтобы зачать ребенка, все большему числу супружеских пар приходится прибегать к новейшим медицинским технологиям. Статистика демонстрирует страшные вещи. С каждым годом растет число мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые не могут забеременеть без помощи специалистов. Что предлагает современная медицина? Здравствуйте, это Ток-шоу Айна, и я ее ведущая Санья Кубжасарова. Сегодня будем говорить о новомодной процедуре, которая дает женщинам шанс и возможность стать мамой. Экстракорпоральное оплодотворение или просто ЭКО. Жулды Сальпеляновна, скажите для наших телезрителей простым языком, что представляет собой ЭКО-оплодотворение? Что это такое? ЭКО-оплодотворение – это оплодотворение женщин фертильного возраста вне организма. Скажем так, проверки. Мужские сперматозоиды, также женские клетки, яйцеклетки, совмещают, получают эмбрион, мы так скажем, и подсаживают к женщине полости матки. Это и есть, как простым языком, это и есть экстракорпоральное оплодотворение. То есть зачатие в пробирке, другими словами. Да, другими словами зачатие в пробирке. Это действительно такая популярная сейчас процедура? Скорее всего, популярная, но и вынужденная мера, так скажем, многим женщинам, когда женщина естественным путем не может забеременеть. Вот насколько мне известно, на сегодняшний день в регионе 705 супружеских пар, которые стоят на учете по бесплодию. Мне кажется, это колоссально страшная цифра, это очень много. Вот такие данные. Шортагинский район 87, Целеноградский 59, Исильский 49. Из 705 в 2020 на ЭКО было направлено лишь 45. Какие проблемы у нас в регионе, или это можно говорить в целом о проблемах в республике? Очень много внимания. Действительно, это сегодня женское бесплодие, или, так скажем, проблема бесплодия, приобретает характер республиканского масштаба, вообще всемирный характер, да, скажем. И в этой связи наша республика вмешалась. И в этом году, точнее, скажем, 30 октября 2020 года приказом Министерства здравоохранения, в 693-м специально был разработан план. И программа у нас есть «Ансагансаби», которая стартует с 2021 года. Подготовка уже началась. Сейчас, согласно плану мероприятия, мы сейчас составили заново список всех супружеских пар по нашей Ахмолинской области, состоящих на диспансерном учете. Здесь факторы женские, эндокринные, также мужские факторы. Всех мы учли. В данный момент медицинских организаций области стартует тоже, как бы, готовится всех этих пар, берут на диспансерный учет, вводят программу специальную, электронный регистр диспансерных больных, так скажем, да, чтобы в будущем, как бы, проследить маршрут этих пар, когда они встали на диспансерный учет, как они готовились к ЭКО, как в очереди, по какой цифре они стоят на ЭКО и так далее. Но хочу сказать, вот по программе «Ансагансаби» предварительно, что планируется в 2021 году очень много количества бесплодных пар обеспечить программу экстракорпорального оплодотворения по квоте именно. Вот, предварительно на 2021 год в Акмолинскую область выделено 283 год. Мы уже на январь месяц создали список нуждающихся пар. Это 109 женщин, ну, как скажем, 109 супружеских пар, которые состоят на учете, которые требуются именно экстракорпорального оплодотворения. В данный момент эти супружеские пары готовятся на экстракорпоральное оплодотворение именно в январе. Дальше будем в феврале, март, апреле и так далее. До конца года вот стараемся большее количество, так скажем, супружеских пар обеспечить экстракорпоральным оплодотворением. Вот вы говорите, на следующий год будет выделено 283 квоты, правильно? Три квоты. Вот 283 квоты. Говорит ли это о том, что 283 женщины имеют возможность сделать бейко? Да, в данный момент по существующему приказу, 162 приказу, именно обеспечиваются те женщины, которые отсутствуют трубный фактор, отсутствуют маточные трубы, так скажем. Также мужской фактор, это тетра, олиго, озаспремия. В 2022 году планируется как бы расширить показания. Возможно, из этих 700 женщин есть женщины, которые нет матки, возможно, нет и яичников, так скажем, да, репродукторных органов, которые необходимы, там, суррогатное материнство, или бы необходимы донорские яйцеклетки. Есть пары, которые нуждаются в донорской сперме. Поэтому в 2022 году планируется как бы расширить показания, охватить всех-всех пар, которые нуждаются в этом. Ну вот по статистике в 2020-м из Акмолинской области на ЭКО было направлено 45 женщин. Это мало, да, из того общего числа, которые нуждаются в этом? Ну, это, конечно, мало, но ежегодно растет. В 2019 году мы 37 женщин направляли. В 2020 году 45 женщин получают. Ну, то есть есть такая тенденция, что с каждым годом вот этой проблеме государство уделяет все-таки больше внимания. А какие проблемы вы можете вот четко выявить? Может быть, три основные проблемы, которые мешают экооплодотворению развиваться на должном уровне в Казахстане. Можете такое выделить? Хватает ли нам специалистов? Да, первая проблема, возможно, не хватает специалистов. Не хватает именно специалистов-репродуктологов. Хотя у нас в экоцентрах есть очень грамотные, обученные специалисты. Мы к ним направляем. Естественно, это мы направляем в город Нур-Султан. Так как у нас именно в Акмолинской области нет врача-репродуктолога. У нас имеются хорошие врачи-гинекологи-эндокринологи. Они тоже ведут. Ну, конечно, надо кадровый резерв. Вот именно в плане реализации программы «Ансагансаби» это все озвучено. Это, в первую очередь, подготовка специалистов. Второе – это усовершенствовать, как бы обеспечить медорганизации технологиями. Третья очередь – это учесть каждую пару, которая обеспечит их обследование как бы до эко, также сопровождение после наступления беременности, после эко. Поэтому уже есть шаги, уже разработан новый протокол по введению женского бесплодия. Там, где гормональное обследование, которое раньше было, как бы женщины за свой счет обследовали, потому что гормоны – это дорогостоящие обследования. А в данный момент по новому протоколу, 109 протоколу, от 30 июля этого года, значит, женщины, бесплодные женщины могут создать гормоны у себя в поликлинике, где они прикреплены. Единственное, они должны быть застрахованными. Давайте посмотрим, что думают относительно этих проблем столичные специалисты. В лице руководителя медицинского центра «Д-доктор», врач-гинеколог-эндокринолог, член Казахстанской ассоциации репродуктологов, Европейской ассоциации репродукции человека и эмбриологии Айгуль Софи. Внимание на экран. Что у нас вообще происходит в сфере ВРТ, в сравнении с другими странами? У меня есть опыт наблюдения в клиниках Израиля, в России, как они работают, как мы. Я считаю, что Казахстан все-таки на должном уровне. Надо нам в этом плане, нашим врачам поаплодировать. Есть прекрасные клиники, прекрасные врачи. Другое дело, что уровень науки в Казахстане и в мире в другом, это имеется до европейские страны, тот же Китай и Америка настолько высокие, что все-таки самые инновационные вещи создаются там. То есть я хочу здесь подчеркнуть о том, что медицина у нас старается. Мы все это выбираем в себя, но наука должна быть все-таки впереди нас, чтобы мы здесь это получали из первых уст, а не брали это всегда от коллег, так скажем, иностранцев. Это другое дело. Поэтому если мы говорим о пренатально-генетической диагностике, то какие используются лабораторные обследования, то, наверное, все это у нас есть. Другое дело, что там очень... И все-таки есть различия в том, насколько это бесплатно для женщины, для семейной пары. Тоже это большое значение. Очень много там квот выдается. Ну, во многих странах, по крайней мере. Это нужно подчеркнуть. И еще раз, наверное, повторюсь, научная база, она имеет огромное значение, потому что исследования доказывают, допустим, то, что было актуально сегодня, уже нет. Есть различия, конечно, в операционном подходе. Если там есть принцип невмешательства, максимальные сохранения, те же гистероскопии с прицельной полипектомией, без всякого скабливания, то здесь, наверное, у нас, ну, чуть-чуть не так избирательно подходит к этим вопросам. Что скажете, согласны ли вы? Вот в части именно медицинской терминологии, которая для нас, для обычных граждан, для телезрителей не совсем понятна. Вот, пожалуйста, разъясните нам. В принципе, вот полипектомия с гистероскопией, это у нас на сегодня широко развито. Как бы любая женщина фертельного возраста с полипом полустематкой, естественно, делается операция гистероскопом, гистероскопию делает, и как бы органосохраняющую. Не всех женщин подряд выскабливают сейчас. Если лет пять назад, например, все женщины с кровотечением, с полипом брались на диагностическое выскабливание, раздельное диагностическое выскабливание полустематки, на сегодня даже женщин, которые готовятся на ЭКО, так скажем, да, мы как бы гистероскопию делаем, биопсию эндометрия, это все делается гистероскопом, это вот считается как щадящий метод. Да, Женя Конрадовна тоже, наверное, скажет, что это как бы сохраняет эндометрию, и вот биопсия с гистероскопом, это с целью выявления до посадки эмбриона, чтобы не было онкологических заваливаний полости матки. Поэтому, ну, будь это перед ЭКО, будь это женщин фертильного возраста, просто с заваливанием железо-гиперплезиэндометрия или полипиэндометрия, эти все женщины обследуются у нас в плановом порядке и через портал вот направляется на гистероскопию перинатальный центр, если необходимо, национальный центр материнства и детства, другие республиканские центры через портал. Это на сегодня доступно, и никаких очередностей там нету. Поэтому, как бы, скажем, что именно в данный момент вот эта гистероскопия нам доступна, скажем. Вот прежде чем мы поговорим о научном подходе, о котором говорила Айгуль Софи, давайте вот как раз в части медицинского страхования. Вот те женщины, которые на ЭКО стоят на учете, как они состоят у вас? Во-первых, надо немножко все разложить по полочкам. Дело в том, что высокотехнологичные медицинские услуги, это вот ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, оно осуществляется с республиканского бюджета. И надо сказать, что в нашей стране такую медицинские услуги такие оказывает всего 14 центров, которые имеют лицензию на проведение таких медицинских услуг. Второе, это основной миссией фонда медицинского страхования является обеспечение доступности медицинских услуг. Вот с целью того, чтобы это было доступно людям, экстракорпоральное оплодотворение осуществляется с гарантированного фонда, с ГОБМП, с гарантированного объема медицинской помощи. Но чтобы все-таки каждой женщине, которая желает провести экстракорпоральное оплодотворение по показаниям, является обязательным условием. Она должна быть все-таки застрахована. Тогда ей будут доступны все методы обследования бесплатно. Как Жилзая Алталам говорит, что на следующий год путем усилий работы управления здравоохранения, фонда медицинского страхования, центрального аппарата, Министерства здравоохранения вышел новый протокол клинический по ведению женского бесплодия. Обследование, там самое главное обследование, особенно гормонального фона, который очень бьет по карману население, оно будет бесплатным. На сегодня это работает? То есть если женщина застрахована, может ли она проходить это обследование бесплатно? Да, она будет проходить это бесплатно. Второе. Если быть поточнее, в Акулевской области женщин фертильного возраста из единой точки доступа по регистру прикрепленного населения, их составляет 181 539 женщин. Из них, как вы сказали, 705 это женщины, пары, которые страдают бесплодием. Но нужно подчеркнуть, что есть бесплодие мужское и женское. Вот по женскому бесплодию 300 пар где-то нуждается, если в экстракорпоральном оплодотворении. В прошлом году, вот в этом году, в 20-м году было на 45 циклов дано как бы разрешение. Квоз, да, получается, разрешение. Благодаря, хотя несмотря на то, что в этом году у нас очень было сложно с предоставлением этой помощи, значит, участковые, служба нашей Акулевской области очень постаралась обеспечить это. Почти все 45 человек получили эту помощь. Но о результатах, об эффективности говорить немножко рановато, потому что наша цель это получить, родить ребенка, да? Потому что, вы знаете, это временной фактор, 9 месяцев пока пройдет, это достаточно времени много надо, чтобы говорить об этом. Ну и по республике на следующий год тоже 285 женщин у нас будут иметь такую возможность. Это 300 женщин, это где-то 0,3% составляет из женщин фертильного возраста. В этом году именно чтобы учет, да, именно чтобы учет, так скажем, супружеских пар с бесплодием был, как скажем, поточнее, поэтому те пары, которые не в участковые службы обращаются, а обращаются в частные клиники, частные центры, вот в этом году именно вот в плане программы, плане реализации программы Ансагансаби, здесь предусмотрено, что даже частные клиники, частные учреждения тоже вели учет данных пар и ввели их в электронный регистр специальный для бесплодных пар и также их в будущем надо ввести в электронный регистр диспансерных больных, чтобы мы наконец-то что знали по Ахморской области, по республике действительно сколько состоят таких пар. А ранее получается вот те, кто сам самостоятельно обращается в частную клинику, это не регистрировалось, да, Нигде? Нет, есть такая тенденция, где-то пары бывают в частных клиниках обращаются, а потом уже обращаются в участковую службу. Тем не менее, кто обращается и кто мы, кого мы выявляем в процессе как бы обследования, лечения, мы этих всех пар конечно ставим на диспансерный учет в будущем, чтобы они могли получить экстракорпоральное оплодотворение по квоте. Ну, еще надо сказать о том, что вообще лечение бесплодия это очень трудоемкий процесс. У многих женщин не хватает терпения, потому что лечение зависит от женского организма, от цикла, который происходит ежемесячно в женском организме. не у всех хватает терпения обращаться во время, когда нужно. Они начинают ходить по разным врачам, начинают обращаться в частные клиники, и как бы вот этот учет точный, он немного страдал, надо сказать об этом. Вот теперь, если будет в электронном варианте и частные клиники их регистрировать, мы будем уже точно знать, сколько нам все-таки нужно будет оказать лечение таким женщинам. Этот вопрос мы поднимали. Фонд еще, филиал, Акмолинский филиал поднимал такой вопрос. Значит, одной из проблем, вы знаете, для того, чтобы пройти вот это ЭКО, женщина должна быть санирована, обследована, пролечена, если она входит в эту когорту, которая идет по такому диагнозу на лечение. Летом мы проводили мониторинг. В ходе мониторинга выявили, что большая проблема состоит в нашей области по оздоровлению шейки матки. Мы написали рекомендательное письмо в областное управление здравоохранения, чтобы все-таки рассмотрели этот вопрос, чтобы нашим женщинам была доступна та же кольпоскопия, чтобы результаты сразу врач приобретут медицинские учреждения поставщики услуг такие аппараты, которые современные. То есть у нас их недостаточно? Ну, пока еще это можно сказать на уровне разработки. Ага, то есть ахмолинские женщины куда больше? Это нужно, да, цифровую вот эту связь медицинских учреждений поставщиков услуг друг с другом, чтобы непосредственно лечащий врач сразу пошла женщина на кольпоскопию, у нее уже были на столе результаты. Вот время, временной фактор будут решать. Вот столичный эксперт говорила о том, что очень важно научная именно база, да, и то, что было вчера актуально, сегодня уже нет, да, именно вот в экооплодотворении мы должны по времени успевать и обследованием, и лечением. Конечно, надо научную базу развивать, на уровне республики эти вопросы рассматривать. Ну, и на территории нашей Ахмолинской области, как вы знаете, никакого экоцентра нету. Это тоже, как бы, поле деятельности для наших вышестоящих организаций, чтобы все-таки наши женщины имели такую возможность. Специалисты у нас были, особенно репродуктологи, чтобы не ездить. Доступность должна быть для женщин. А если нет специалиста, доступность, конечно, будет страдать. То есть Ахмолинская область в этой части большой пробел, да? Нет центров, нет... Есть проблемы, но что и в 19-м году, к сожалению, в 20-м году не приехали врачи-репродуктологи, так как у нас был карантин, мы все знаем, какие-то плановые вещи, плановые приемы были приостановлены, в этой связи в этом году не было выезда. А так ежегодно в 18-м, 19-м году, как я координирую эту службу, у нас репродуктологи экоцентров, это вот национальный центр материнства детства, это Экомед, Эколайф, эти специалисты к нам приезжали, список заранее мы готовили женщин, которые готовятся на ЭКО, и они обязательно осматривали этих женщин на бесплатной основе, именно принимали в крупных поликлиниках. То есть, таких вот истинных профессионалов, скажем, можно считать по пальцам, в республике, в республике, причем это на уровне республики. В республиканском уровне, конечно, есть экоцентры и частные экоцентры. Те 14, которые сказала Жаня Конрадовна, это те организации, которые вошли, кто может оказать по квоте, именно по квоте. А есть очень много экоцентров, которые оказывают эту услугу на платной основе. развивается этот отрасль у нас, конечно, предусмотреть именно репродуктологический центр, экоцентр или центр планирования цены, конечно, это нам необходимо по Кмолинской области. На уровне управления здравоохранением, вот вы как все-таки врач-гинеколог с медицинской среды, этот вопрос поднимается на уровне управления здравоохранения. готовится кадры на обучение как бы врачи-репродуктологи. У нас имеются очень хорошие врачи-гинекологи, эндокринологи, но все-таки со всех районов женщин собрать, их надо вот как бы обеспечить вот именно консультацией репродуктолога, гинеколога, эндокринолога. Это не во всех районах, конечно, есть, не во всех районах просто врачи-акушер-гинекологи есть, поэтому конечно это у нас в плане есть обучение кадров создать хотя бы кабинет. У нас по области имеются кабинеты планирования семьи, там есть обученные специалисты, врачи-акушер-гинекологи, врачи-акушерки. Планирование семьи это не только ЭКО, это и обеспечение контрацепции, предгравитарная подготовка перед беременностью готовится, да, женщины. совместно с этим еще надо подготовка к ЭКО, чтобы была эффективность, надо заранее готовить этих женщин. Поэтому на сегодня мы хотим обучить всех этих врачей-акушер-гинекологов, которые сидят в кабинетах планирования семьи, обучить вот именно в части гинекологии, эндокринологии, в части репродуктологии, чтобы они владели информацией, хотя бы знали, как их готовить, перечень обследований, дальнейший маршрут этих бесплодных пар и так далее. Ну, также областному центру, чтобы были врачи-репродуктологи, был центр репродуктологии, чтобы наши женщины не ездили в Нур-Султан или куда-то и получили помощь здесь именно. Открытие центра, это большие финансовые вложения, научные базы, да, Может в базе перинатального центра, может кабинеты будут, в любом случае это будет хорошо. А вот как раз о том, что вы говорили, что ЭКО это не одна процедура, то есть это такой долгий путь, который женщина должна готовиться. Давайте посмотрим, что об этом говорят опять же столичные специалисты. Если отвечать по вопросу, насколько стоит острая проблема бесплодия, наверное, надо признать, что да, потому что что в Казахстане, что в мире примерно каждая шестая пара семейная обращается с этими вопросами на прием к нам, к шер-гинекологам, репродуктологам. И я здесь хочу объяснить, что вообще бесплодие это проявление в целом нездоровья организма, к примеру, как, например, ожирение, там, не знаю, головные боли постоянные, нарушение мочеиспускания, проблемы со сном и множество других ситуаций. Почему его сейчас так много стало? Здесь вся причина это изменение образа жизни. И более ничего имеется в виду то, что мы питаемся значительно сильно отличаемо это от того, как питались наши даже родители, да, мы это понимаем. какие продукты питания, что в них вкладывается, где выращиваются эти животные, это рыба, в каких условиях и так далее. У нас очень выражен у многих сейчас дефицит витамина D, потому что жизнь наша проистекает сейчас не на улице, а в офисах, в домах, за стеклами машины и так далее. Это мощный фактор. И много пластика используется вокруг нас, нами же, да, используется в том числе в применении продуктов питания. И конечно же выбросы углекислого газа, все это вместе те факторы, которые вызывают у человека окислительный стресс, так называемый. И различные гиповитаминозы, то есть вроде мы кушаем, но еда у нас не соответствует тем параметрам, которые дают нашему организму возможность собственного гормона образования, собственного хорошего иммунитета. то есть на самом деле это такой сложный путь, да, и нужно обследоваться мужчине в том числе. Есть, конечно, перед тем, как вот при диспансеризации этих пациентов, да, так скажем, супружеской пары необходима гормональный статус, это щитовидная железа, это может быть отклонение гормона пролактина, это головной мозг, именно яичники, да, у женщины. Также на все инфекции, передаваемые половым путем, необходимо обследоваться и мужчине, и женщине. Уровень, естественно, вот железа, есть и гемоглобин низкий, естественно, мы направляем их на ферритин, фолиевую кислоту, B12 и так далее. Это действительно такой длинный путь, но тем не менее есть женщины, которые прошли и удачно забеременели по квоте, по ЭКО и воспитывают детей, поэтому это, конечно, супружеской паре, надо ставить цель и по ним следовать. Это того стоит, да? Это того стоит, если есть желание, почему бы. Вот пока я готовилась к программе, штудировала статистику, изучала, вот нашла следующие цифры. В Китае ежегодно делается около миллиона ЭКО, в Европе 600 тысяч, в Японии 500 тысяч, в США 200 тысяч. Какая цифра в Казахстане? Сколько мы делаем или сколько мы сделали за прошлый год? У вас, наверное, в целом всего ЭКО, которые делаются. У нас, к сожалению, вот я не скажу статистику всего по Республике Казахстан, сколько делается, потому что у нас есть хорошие ЭКО-центры, которые не только граждане Республики Казахстан получают лечение здесь, как бы проводят ЭКО-цикли, это приезжайте с других стран, тоже к нам в Казахстан приезжают и получают. Есть такие центры, 1005 квот, это ЭКО, которые в Республике Казахстан в 2020 году делались, это только по квотированию, а есть множество других пар, которые получают на платной основе, платежеспособные пары, которые получают эту услугу платно, но опять же нету статистики, чтобы вот это вот все, всего сколько циклов делалось, из них вот сколько гражданам Казахстана и так далее, у нас только есть цифры, которые получили по ЭКО, по квоте, получили ЭКО, да, ну на 21 год 5-6 тысяч ЭКО хотят делать по Республике Казахстан, поэтому у нас будут цифры только, которые делались через квоту. Поняла вас. Вот вы говорите, приезжают даже из-за границы, откуда, если не секрет? Знаете? Ну, да. Соседняя Россия? соседние республики Кыргызстан, может быть, Узбекистан, потому что в наших клиниках как бы по сравнению с другими странами сказали, что дешевле ЭКО процедура. А, то есть у нас все-таки. Да. Сколько стоит сегодня эта процедура в Казахстане? Разные. Ну, давайте наименьшую и наибольшую или средним назовем. Насколько я знаю, вот в 18-19 году наши ЭКО-центры делали какие-то акции, вот, были женщины, которые прошли эту процедуру за 600, за 800 тысяч тенге. То есть это по акции? В среднем, да, ну, 2 миллиона, естественно, разные. Это зависит от того, что нужно супружеской паре. Есть длинный протокол, есть короткий протокол, есть женское бесплодие, когда требуется именно яйцеклетки донора, есть мужское бесплодие, когда требуется сперма, естественно, криоконсервирование, когда получает яйцеклетки женщины и необходимо какое-то количество посадили эмбрион, 2 эмбриона посадили и некоторое количество законсервировали на будущее. Вот есть такая технология. Но это все учитывается в сумме. То есть можно сказать, что конечная стоимость, она зависит вот от всех этих факторов. Да, если у тебя там щитовидная железа, ты дополнительно что-то, да, дополнительные затраты, еще там... Да, зависит от... Да, от сложности данных заваливания, как бы, да, скажем. Скажите, каков должен быть процент вот успешных случаев, когда эмбрион приживается в пробирке, чтобы мы могли говорить, что в Казахстане экооплодотворение развивается на должном уровне? И скольки случаев сколько должно удачно приживаться в пробирке? Ну, так скажем, что мировые клиники считаются как бы успешными, если 45 процентов, вот 40-45, 35-45 процентов, если уживаются, это считается нормальным уровнем, как бы, не скажем, отличным, а нормальным уровнем. Ну, ниже 35, естественно, это уже как бы показатель не очень, потому что, опять же, именно эффективность зависит от подготовки. поэтому, конечно, надо готовиться. В Казахстане у нас какой процент? В Казахстане мы, опять же, не можем... Не можете судить? Сказать, потому что не можем, сколько было сделано и сколько из них успешно. из числа хмолинских женщин, которые были направлены... Вот в 2019 году, если мы судим, если судить, в 2019 году, вот смотрите, у нас 37 женщин были направлены, 27 из них забеременею и родили детей. Это очень хороший процент. показатель, да, показатель? По состоянию в 2019 году именно по экоцикле, который делались по квоте, они очень хорошую результативность показали. А, наверное, в 2020 году так не скажем, потому что очень много факторов было, да? Женщины очень поздно начали готовиться в июне месяце, где-то мае-юне, когда уже сняли у нас ограничительные меры. И коронавирус здесь сыграл свою роль. И здесь сыграл. Очень много, буквально на сегодня даже есть женщины, которые готовятся на посадки вот в конце года, поэтому сейчас даже мы 45 пар, из них столько-то забеременели, сколько-то родит, тоже пока не можем сказать. Сегодня у нас в гостях должна была быть женщина, которая на протяжении 10 лет пыталась, боролась и верила, что и хотела стать мамой. И у нее получилось. Она родила прекрасную девочку. К сожалению, сегодня Нурбиви не может присутствовать у нас на программе, но у нас есть видео. Давайте посмотрим. Шестилетняя Айдана кружится от счастья, от любви, от наполненности жизни. Ее мама Нурбиви признает, что они ни в чем не отказывают маленькой принцессе, потому что долго ждали ее рождения, молили Бога. Вот с ее помощью мы сначала пришли на этот шаг. Мы три раза, разочарование было у нас, три раза, три попытки было разочарование, медицина уже была бессильна, сказали, езжайте тогда к другой стороне. Через года три Халила домой пришел как-то в 2013 году, и мне говорит, медицина пошла уже дальше, дальше больше, возможности уже другие. Говорит, давай еще раз попробуем. Мне уже 45, не думала даже ни о чем, я говорю, давай. У Нурбиви и ее супруга двое детей, а Ренату 26 будет 16 декабря, а Идане 6 – 15 декабря. Более того, Нурбиви предугадала все, и даже дату рождения дочери выбрала не случайно, чтобы на протяжении всей жизни брат и сестра всегда чувствовали это притяжение и праздновали нерождение вместе. И эта радость я никому не могу передать. А когда вот долгожданного, вот долго ждешь, надежда, надежда есть, надежда угасает, надежда появляется, она угасает, прерывается, так-то эмоционально это все, как вам передать это словами, я даже не могу передать. это восполнить, вот два-триста маленьких крошечка, она нам все восполнила, вот, все. Как будто и родители живые пришли, и дочка вернулась, и завертелась, закрутилась, все на свете. Вот такое вот, от счастья, вот не знаю, от счастья мы, наверное, только плакали, прыгали, вот такое. А ведь когда-то у Нурбиби была дочь, Гаухар. Произошел несчастный случай, девочка выпала из окна четвертого этажа. В течение последующих десяти лет женщина искала успокоения. После Гаухарки мы года три, наверное, трансы были, конечно, это очень серьезно, это очень болезненно, потерять ребенка не доело никому, конечно. Семейная пара обивала пороги лучших клиник и не только республики. Десять лет надежды подарили крохотную Айдану, и теперь вокруг нее кружится мир этой семьи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И теперь вокруг этой крохотной Айданы кружится мир этой семьи. Очень жаль, что Нурбиби не смогла прийти к нам на программу, потому что я уверена, что она бы своей энергией, своим светом, вот своей этой любовью к дочери просто осветила бы нашу студию. Очень жаль. Желуды, скажите, вот вы продолжаете поддерживать связь с теми женщинами, у которых все получилось, которые родили и уже воспитывают? Естественно, продолжаем. У нас очень много женщин по ЭКО, по квоте, которые за беременными родили. Поздравляем наших детишек, так скажем, да? Ну, конечно, это счастье, вот как Нурбиби сказала, это счастье не передать словами. Очень счастливые семьи, очень счастливые мамы, даже ни на минуту не хотят расставаться. Буквально перед передачей я переговорила с нашими пациентками, которые родили, извинялись, не могли прийти, потому что маленькие дети, но в будущем обещали рассказать это все, как готовиться нашим женщинам в фертильном возрасте рассказать, как они долго к этому шли, терпение иметь и, конечно, как положено готовиться, чтобы получилось счастье. Вот говорят, в среднем успешными становятся 25-30% ЭКО, вот как и вы говорили, да? Еще говорят, что чем моложе женщина, тем больше шансов у нее, что все получится. Вот Нурбиби у нас, ну, ей сейчас 45, да, она сказала. Что стало ее успехом? Это вера или желание победить? Вот все-таки, Анастасия, как вы считаете, вот этот внутренний мир, внутренняя подготовка действительно ли влияет на то, получится у тебя или не получится? Да, конечно. Внутренний настрой играет, наверное, 100%. От него все зависит. Очень много пар есть, которые, ну, делают ЭКО не один раз. Ну, врачи говорят, у вас все нормально, мы не знаем почему, а эмбрион не приживается. Разочарование наступает и с каждым разом, и получается такое ощущение, что цель женщины уже не ребенок, а просто вот, как говорят врачи, протокол, работают на протокол. Вот надо, я все выполню и рожу ребенка. Но потом ей говорят, все, давайте мы сделаем перерыв, успокоимся и придете к нам через 2-3 года. Женщина успокаивается, настраивается и бывают даже такие случаи, когда она сама беременет естественным путем. То есть все-таки настрой, я считаю, зависит от 100% успеха. Внутреннее составляющее, да? В Испании у них даже есть система светофора. Семейная пара, прежде чем приступить к ЭКО, она идет к психологу, с ними проводится беседа и на их карточку психолог клеит стикер. Зеленый, значит, пара психически и психоэмоционально готова к ЭКО. Желтый, в принципе, возможно, но в процессе надо будет работать с психологом. И красный, без предварительной работы психолога, не допускает, не впускает, не входит в этот протокол. К сожалению, у нас такого нету и это только в Европе, на Западе, вот США такая практика практикуют, не в России, не в странах СНГ, не у нас в Казахстане. Психологов вообще не привлекает к сожалению к работе с этими парами. Почему так же? Насколько я знаю, в ЭКО-центрах, прежде чем как приступить к ЭКО, естественно, все женщины проходят консультацию психолога. Единственное, хочу сказать, что до того, как направлять пар на ЭКО-цикли, нам бы тоже необходимо поработать с этими женщинами. Процессы подготовки на ЭКО, как бы настроить тоже этих женщин, как бы... психологически нужно настроить, сопровождение, я так считаю. Но, насколько я знаю, во всех ЭКО-центрах есть психологи, юристы, без консультации психолога, юриста ни одна пара, даже по квоте, не берется на программу, не включается. Ну, знаете, возможно, может быть, там психолог не столько времени уделяет этому времени. Это же не так, что пришел, поговорил, вы готовы, о, да, готовы, и все. Возможно, есть какие-то может быть, люди готовы, но не понимают, у них как что-то есть такое, что не дает этому процессу произойти. Все нормально, а раз вот, либо сама женщина, где-то у нее там в голове что-то, сидит страх, она, например, боится, она переживает заранее, ой, а вдруг у меня не получится. И раз, и именно потому, что она переживает заранее, стресс испытывает, и у нее не получается. И в супружеской паре, прежде чем решиться, наверное, на ЭКО-процедуру, это действительно нужно такой психологический барьер какой-то преодолеть, настроиться. скажем так, да, чтобы пойти зуб удалить, тоже надо настроиться, Потому что есть страх, есть вообще, если ты медицинский работник, в первую очередь, знаешь, различные осложнения, что может быть после удаления зуба. эко-процедура, и вот поэтому ЭКО-процедура, это большая, вот как Женя Конрадовна сказала, это требует терпения, как скажем, да, в первую очередь терпения, это цель надо иметь, это надо достигать, ну, как скажем, вот. Надо бы, это, я хочу сказать, что это вполне достижимая цель. Может быть, светофору не обязательно, у нас в Казахстане в каждой поликлинике есть социальный работник, который занимается. И вообще, для того, чтобы направить человека на эту процедуру, есть еще и противопоказания. Вот одним из противопоказаний является это отсутствие психического и плюс соматического здоровья. Поэтому осуществить это вполне возможно, потому что в каждой поликлинике социальный работник, если кабинет планирования семьи предоставит список женщин, которых, допустим, в этом году планируется, это, конечно, не одна встреча должна быть. Действительно, это эмоциональный, позитивный фон нужен для этого. Поэтому в Казахстане это тоже допустимо. И в частности, в нашей области, в нашем регионе это можно организовать. А вот что касается в Европе, да, похода в психологу, мне кажется, европейцы, они как-то в этом плане, ну, чуть что, сразу бегут к психологу, да, за помощью. Мы стрессоустойчивые. Согласитесь? Да. Это может быть нам так кажется, что мы стрессоустойчивые, потому что у нас, да, не принято, у нас иногда люди путают понятие психолога и психиатра, и считается это стыдно. А психолог это тот же врач, как кардиолог. Кардиолог лечит сердце, а психолог это врач, который, ну, скажем, лечит душу, помогает разобраться. Анастасия, к вам обращались такие женщины перед тем, как пойти на ЭКО, как решиться на ЭКО? У меня есть одна знакомая, с которой у неё проблемы, она длительно не может, ну, долгое время родить ребёнка, мы с ней беседуем на эту тему, и вот недавно мы пришли к выводу, что всё-таки это психосоматика, у неё самой, и надо разбираться в ней самой, почему у неё всё нормально, а не приживается эмбрион. Вот недавно только, хотя до этого я говорила, что возможно это... Это что-то в голове? В голове, да. А какие-то пазлы там что-то не складывается? Я думаю, что, ну, моё мнение, что когда женщина идёт на ЭКО, она думает, что это всё, вот я пойду, у меня получится, и всё, это уже стопроцентный результат. Может быть, они сами в это верят и не хотят, ну, может быть, врачи не договаривают, что по статистике 41% только удачно, 41%, что вы можете не попасть в этот 41%. И вот, возможно, это разочарование, когда они не попадают, и у них идёт не приживается эмбрион, они наступают вот в этот стресс, что вот, и начинают заниматься самоедством, в голове думать. Ещё же, как у нас общество такое социальное? Ага, а чего у вас нету детей? Вы уже сколько лет в браке? А почему нету ребёнка? Что-то с тобой не так, а что-то с мужем не так? Это тоже давит, тоже женщину уводит в стресс. То есть общественное мнение. и она опять находится под таким давлением, что уже может быть и хотелось бы, да, всё, ну вот именно надо разобраться с проблемой в голове, и тогда всё получится. Вот Нурбиби говорила, что у неё было три попытки, и только на четвёртую у них получилось. В Акмуринской области много ли таких женщин, у которых вот не получается, не получается, и потом бах, и вот оно счастье? Естественно, вообще, как, скажем, да, приживание или, скажем, эффективность своей кожи зависит от многих факторов. Есть пары, которые не раз делают, а вообще бывает, что первый раз не получается, а криоконсервированный протокол, она как раз будет эффективным. Очень много. Просто вот психологический настрой и желание идти дальше и достичь цели, это и есть вот настрой, чтобы получить здорового, живого ребёнка. надо бы ставить немножко другая цель, должна родить ребёнка, здорового ребёнка, вообще ребёнка цель. Может быть, эти клиники тоже берут женщин, таких, которые знают, что у них будет выше результат и работают с этими, а с теми, которые, возможно, у них может получиться, может нет, никто же не хочет с такими женщинами работать. Конечно, они будут искать варианты и ещё больше находиться в состоянии стресса и им проблематичнее родить и зачать ребёнка с помощью эко. Ну вот я говорила, что в 2021 году ожидается всех пар обеспечить, которые состоят на учёте, имелось в виду, что вот есть женщины с низким авариальным резервом, есть женщины, которые не могут, нет яицеклетки, есть мужчины, которые нет аспермии, нету сперматозоидов. Вот все эти показания, все эти показания как бы рассматриваются будет в 2022 году, расширенные показания, что мы даже можем обеспечить женщин, которые отсутствуют как бы яичники, так скажем, обеспечивать можем мужчин донорской спермы, вот который не может как бы оплодотвориться. Это вот спермы нету у мужчин. Поэтому это, во-первых, надо настроиться паре, чтобы именно получить донорскую сперму, яйца, клетки, донорскую сперму, потому что у нас менталитет опять скажет, не своё, не хотим, мы своё хотим и так далее. Это, во-первых, я так считаю. Вот что касается 22 года, как говорится, поживем и увидим, но будем надеяться. Анастасия, вы сказали, что нужно чётко ставить цели. Это вот знаете, как, наверное, в построении карьеры, да, маркетологи говорят, нужно правильно ставить цели, так же и здесь. Давайте посмотрим на экран, какую цель ставила наша следующая героиня. Мы сегодня говорим об облаготворении, насколько вам неизвестно, вы сталкивались с этим, расскажите, пожалуйста. 7 лет мы с мужем не могли забеременеть, да. Мне поставили диагноз бесплодие первой степени. Был ещё сопутствующий диагноз. В центре материнства и детства сделали мне там, значит, операцию под названием лапароскопия. Врачи говорили, если в течение года я не забеременею, тогда, скорее всего, надо будет делать эко. Но в течение года так получилось, что я не смогла забеременеть. И мы уже сдавали, так сказать, анализы для того, чтобы пройти это эко. Были такие предупреждения, и вообще, чего я боялась, сама и не хотела на это идти. Вот как бы первый такой звоночек, если вы сейчас первый раз сделаете эко, и у вас не получится, то надо будет второй раз. Ну, мне это было страшно. То есть, это же не шутки пройти такое, так сказать, дорогостоящую процедуру. Тогда, на тот момент, мы уже были на пути к этому, а у нас, как у христиан, приближалась Пасха, это был февраль, конец, я решила попаститься, так сказать, да, как-то уйти в себя, как-то отойти от этой мысли, что вот надо, 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 надо. Еще, конечно же, у нас с мужем были такие вот мысли усыновить или удочерить. Ну, прежде всего этого я хотела разобраться в себе, и услышала, что к нам в город привозят мощи Матроны Московской. Есть такая святая, блаженная Матрона Московская, канонизированная она, и я наслышана была о ней, о ее чудесах. Пришла в храм, остаю, молюсь, прошу, Матронушка, пожалуйста, дай мне ребеночка, а если ты мне не дашь ребеночка, ну, дай мне какой-нибудь знак, может быть, чтобы, ну, что мне делать? Я уже измучена этой мысли. Семь лет, сколько можно? Впереди меня большая икона Матроны Московской, я подошла к ней со слезами. Я плакала перед ней, как, наверное, маленькая девочка, прислонившись, плачет к своей маме и не знает, что сказать. Вот просто вот плакала, плакала, плакала. Это было 8 марта, 15 марта, я узнаю, что я беременна. Бог вам даровал. Я хочу сказать вот что. Наверное, мы, когда хотим разобраться в себе, это, наверное, самое важное. Успокоение своей души успокоится, потому что, мне кажется, все равно, нутро твое чувствует, какая ты, в каком-то состоянии. И как жалко, что мы Богу в православии, да, Аллаху в мусульманстве, да, и Всевышнему то, как говорит, отдаем последнее место. Вот тогда я пожалела, что я это сделала только в конце своего отчаяния, да, можно так сказать. всем, наверное, бы я посоветовала, главное, успокоиться, наверное, отпустить эту мысль, не думать о том, что вот надо-надо, Бог знает, когда надо. И тогда мы будем говорить ему спасибо. Анастасия, правильные ли рекомендации от нашей героини отпустить, успокоиться? Да, есть такое выражение отпустить ситуацию. Это очень правильно, верно. Отпустить ситуацию, значит, не думать о ней, не то, что не думать, а вот многие женщины, они зациклены, которые не могут забереметь, они зациклены на этом, у них эта мысль общество давит, в семье, возможно, родственники, они постоянно в голове прокручивают. Отпустить, да, то есть, все, выдохнуло, ну да, как получится, разобрало себе, не на показ, а искренне это. И тогда, очень часто же, знаете, бывает так, что советуют усыновить, как женщина вот сказала, мы уже планировали усыновить, все, они уже были к этому готовы, они успокоились, возможно, уже приняли решение для себя, так сказать, стресс сняли, который был, и у них получилось. Ну, мы поняли, что психологическая составляющая очень важна, но у меня вот есть такой вопрос. Вот супружеская пара, которая решается на экооплодотворение и хочет прибегнуть к суррогатному материнству. Есть ли у нас такое в регионе и может быть имеется какой-то специальный банк с данными, да, наверное, с фамилиями этих женщин, которые готовы пойти на такой шаг. Есть ли у нас такое, уважаемые эксперты, кто ответит? Именно вот, конечно, суррогатное материнство, база данных, я думаю, что есть, потому что именно у нас как бы запрашивали с министерства сколько женщин у вас состояли на диспансерном учете, которые как бы привели к этим услугам, получили услугу суррогатное материнство. Есть данные, но как сказать, общерно ли это, есть ли много женщин, которые желающих стать суррогатным материнством, не могу сказать, потому что у нас только-только это развивается как бы конкретных данных, база данных. вот, я как медицинский специалист не могу открыть и посмотреть базу данных, вот-вот-вот столько женщин, которые хотят оказать услугу суррогатных. Как таковы нету, именно, но кто ищет, тот найдет, поэтому были, да, были случаи, когда вот с сестрой приходили, когда сама женщина не могла забеременеть, она сестру привела, и сестра помогла, они сделали ЭКО, донесли ребенка, прекрасно получилось, вот, и у нас такие вот ситуации бывают. Я вижу, что этот вопрос вас смутил, да, все-таки на сегодня в Казахстане вот как-то это не предусмотрели, да, получается, то есть суррогатное материнство, оно же по всему миру есть, есть женщины, которые не могут, и они могут довериться. которые есть противопоказания, вот Жаня Конрадовна вы сказали, есть женщины, которые не имеют, как сказать, медицински противопоказано им, да, беременеть и вынашивать ребенка, поэтому, как бы, необходимо. У нас запрашивали таких данных, у нас есть по области, вот по данным медорганизации 25 женщин, которые, которые не могут сами вынашивать беременность, так скажем. И вот если они решатся на суррогатное материнство, где им их искать? Вот если у них нет доверенной сестры, подруги, или там кого-то еще, где им их искать? Насколько я знаю, у нас вроде бы в Астане, сейчас в Нур-Султане, есть один такой центр, который занимается именно суррогатным материнством. Вот я знаю, только один вроде бы есть, а больше я даже не слышала. Ага, вот следующий вопрос. Технология ЭКО, она предусматривает многоплодную беременность, да? Вот репродуктологи выбирают самые активные эмбрионы, помещают их как в тело женщины, да, скажем так. И, допустим, иногда это может быть два, три, да, даже пять, шесть, с такой, скажем так, подстраховкой, что хотя бы один из них приживется. Но, как утверждают специалисты, вот пока я готовилась, не знаю, насколько это верно, может быть, вы будете противоречить мне, что в основном приживаются все. Допустим, репродуктологи поместили шесть, и шесть прижилось. Но женщине не нужно шесть, да, эмбрионов, и тогда приходится, вот как это называется, предстоит редукция, да, то есть умертвление этих зародышей, скажем так. Насколько это верно и насколько это этично? Кто ответит? Давайте с вас начнем, вы как специалист, гинеколог, и все-таки в этой части больше, наверное. Я, вот в моей практике нет, чтобы шесть, посадили, во-первых, шесть эмбрионов, насколько я знаю, именно и по квоте, и которые платные делали процедуры, в основном три, максимум четыре. Ну вот три, допустим, три прижилось. Три прижилось, я думаю, что... Два умертвляет. Я думаю, что женщина с бесплодием никогда не будет умертвлять там, как бы, одного или двоих. В основном, у нас есть женщина, которая тройного родила. Но не каждая решится. Не каждая решится. Насколько мне известно, вот я боюсь сейчас, что я вдруг... Вы не совсем правильно применили термин умертвление. Ага. Редукция по-научному. Редукция. Редукция. Один-два. Потому что даже двойня, это делает колоссальную нагрузку на женский организм. И вероятность того, что она вынесет двойню, когда у неё может быть гормональная недостаточность, идёт на одного ребёнка, это, знаете, как бы шанс на провал. Поэтому лучше уж одного, вот, законом разрешается один-два. Поэтому мы применяем термин редукция. Редукция. Называем его так. Хорошо. Но насколько это этично? Как бы дело не в том, как это называется, а вот в самом понятии этого слова. Этично. Насколько это... Этично. Мы говорим аборты, да, обсуждаем это во всеуслышание. Научно, чтобы достичь целей, той, которую мы поставили, это всё-таки один-два. Один-два. Это большой риск для организма будет. Вероятность того, что ты достигнешь цели родить ребёнка, будет минимальной, если больше. Как выглядит маршрут к репродуктологу? Вот для наших акмолинских женщин вот такая небольшая справочка. Куда нужно позвонить? Куда нужно пойти? С кем нужно проконсультироваться? Что нужно сделать, чтобы вот если я решилась, и чтобы начать? В первую очередь надо начать с своего участкового акушер-гинеколога. Каждая женщина, проживающая в селе, в районе, в городе, знает своё место жительства и знает, к какой поликлинике она относится. Или она хочет выбрать поликлинику, она может любую поликлинику выбрать и прикрепиться. В первую очередь это надо прикрепиться к одной медицинской организации, потом надо начинать ход со своего участкового гинеколога, со своего участкового терапевта, потому что, как вот сказали, есть противопоказания, надо полное комплексное обследование женщины, да, соматическое, психическое, гинекологическое и так далее. Поэтому вот надо начинать от прикрепления, обратиться, да, прикрепиться к медицинской организации, обратиться как к ушер-гинекологу, терапевту, но если цель у неё как бы получить услугу ЭКО по квоте и вообще услугу ЭКО, как бы надо застраховаться, вот скажет. Застраховаться. Застраховаться. Ну, в отношении этого я вам хочу сказать, что по пакету гарантированного объёма медицинской помощи женщина эту услугу может получить только один раз ЭКО в год. Один раз только в год. Один раз в год. Если вдруг не получилось, то либо через год, на следующий год, либо вклад. Тут, конечно, комиссия, которая, естественно, врачебная комиссия обсуждает, на чём, может быть, были, ну, что явилось причиной неудачи, это тоже разбирается, как бы, участковый гинеколог тоже в это включается. Может быть, что-то нужно дообследовать, что-то долечить надо, может быть, действительно надо отпустить ситуацию, и потом уже можно будет на следующий год планировать. Но в год только один раз эту услугу можно получить. Обратились к акушер-гинекологу, застраховались, отпустили ситуацию, и что дальше? Что дальше делать психологически? В первую очередь, когда обращается женщина, вот я говорю, условия это, она должна быть застрахована, она должна быть прикреплена к этой медицинской организации. Дальше участковый врач, акушер-гинеколог занимается с ней плотною. Все ведёт её? Да. Учитывая анамнез, если в течение года у супружеской пары без применения контрацептивов нет у детей, значит, эта женщина берётся на диспансерный учёт и назначается и полное обследование согласно протоколам. Это гормональный статус, инфекции передаваем половым путём, это функция яичников как бы у женщины, да, это функция, это спермограмму у мужа обследует, а также вот после обследования первичного, вот когда женщина пришла полностью обследовали, сделали узи малого таза, сделали мазок, на онкоцитологию, сделали кров-мочу, флюорографию и так далее, да, и вот поставили диагноз первичное бесплодие и у неё как бы нет противопоказания к ЭКО-процедуре, тогда женщина встаёт на учёт, мы её ставим в очередь, также мы её в списке подаём управление здравоохранения, что она в будущем возможно, она бесплодная, но диагноз есть, она состоит в диспансерном учёте, мы так даём в списке, потому что у нас, знаете, у нас 700 пар состоящих на диспансерном учёте, 360 пар, которые нуждаются в ЭКО, пока она на этапе обследования она на сегодня не нуждается, в процессе обследования возможно отсутствие овуляции, эндокринный фактор, возможно у мужа надо проличить простит, простатит и так далее, да, возможно в процессе обследования и лечения наступит беременность без применения в РТ. Если всё-таки в течение года они обследовались, не наступила беременность, значит, мы отправляем врачу-репродуктологу, если есть на это причины, мы, например, провели гистросальпингографию и нам пришел ответ уже оба как бы трубы непроходимые воспалительным процессом и пластика их как бы как говорится восстановление проходимости маточных труб невозможен, тогда эта женщина после консультации репродуктолога берется на учет, что необходимо ей делать, планировать беременность путем ЭКО. подготовка идет вот за не только ЭКО, вообще за до того, как запланировать беременность, это надо подготовка любой беременности, это вот поженились люди, долгое планирование. Получается ЭКО и по своей очереди она получает процедуру ЭКО, если ей необходима ЭКО. А вообще всем женщинам необходимо перед тем, как беременеть, необходимо предгравидарной подготовка. В отношении предгравидарной подготовки мы вот забываем, когда говорим о женском бесплодии, это диагноз женского бесплодия, это код Н97, он имеет четыре подкода. И когда мы вообще говорим о зачатии, нужно всегда говорить и думать о наших мужчинах. К сожалению, на сегодняшний день как бы менталитет говорит, что в бесплодии чаще всего это касается женщин. Нужно говорить о мужчинах, потому что статистика говорит, что около 30% мужчин на сегодняшний день бесплодны. И действительно нужно проходить прегравидарную подготовку. Это занятие не акушер-гинекологов. Прегравидарной подготовкой должны заниматься врачи-терапевты и врачи общей практики. Потому что до планирования беременности в течение 6 месяцев муж и жена должны получать фалатную терапию. На сегодняшний день статистика говорит о том, что у нас по нашему региону очень высок процент врожденных пороков развития, а вот эта прегравидарная подготовка как раз снижает в разы врожденные пороки развития плода. получение таких препаратов как фолиевая кислота предупреждает развитие патологии нервной трубки у ребенка. Поэтому в первую очередь этому тоже надо придавать значение. И не только женщина должна при гравидарной подготовке проходить, но и мужчина. Что касается мужчин, возможно ли такое, что с определенной женщиной мужчина могут рожать детей, а с другой женщиной несовпадение сперматозоидов и яйцеклетов. Да, есть такой фактор, ну тогда применяется такая тоже это один из высокорепродуктивных методов высокорепродуктивной технологии, это метод ИКСИ. Есть еще вспомогательный хэтчинг, это тоже помогает женщинам, особенно мы только что говорили, наша героиня 45 лет женщины. Вообще когда закладывается ребенок в виде девочки, уже внутриутробно у матери закладывается 400 тысяч яйцеклеток у девочки. Поэтому девочки и несут, женщины несут всю генетическую информацию. И в процессе жизни у женщины фертильного возраста где-то созревает всего 400 фолликулов яйцеклеток ежемесячно если их оплодотворишь, то происходит зачатие. Всего 400. И конечно нужно обращать на это в образе жизни у человека. Все имеет буквально значение для того, чтобы достичь результата того, что данная пара будет иметь детей. детей Я думаю у нас сегодня с вами состоялся содержательный разговор и те наши телезрители, которые хотели бы сделать ЭКО, но еще не решаются или уже которые на пути к этой процедуре, я думаю, что они услышали и нашли все ответы на все их вопросы. Жизнь удивительная штука. Кто-то оставляет своего ребенка в мусорном баке, кто-то еще в роддоме. Другие готовы воспитывать не своих, не родных. И таких много усыновляют, удочеряют. Третьи буквально возмущены, что под одной крышей и не со своими нескромными. А есть те, кому Бог не даровал, но они продолжают верить и бороться. И вот те, кто продолжает верить, надеяться и бороться, пусть Всевышний обязательно подарит им маленький кусочек счастья. И неважно, естественным ли это путем или через пробирку. Это крайнее ток-шоу в этом году. Мы закрываем год на позитивной ноте. Давайте дарить счастье. А я, Саняя Кумжасарова, прощаюсь с вами. И уже в новом 2021 желаю вам всех благ, здоровья и счастья вашим родным. Берегите себя и своих близких. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова